Смотрите, вчера тоже был снег. Вчера мы с вами вышли, было солнышко, травка уже была. И сегодня с утра я просыпаюсь, и опять снег. Вот несколько дней не было вообще ни снега, ничего. Уже прям все так растаяло, такая весна была. Наверное, целую неделю уже у нас было. Все хорошо. И что-то опять снег, а? Я уже думала, весна началась, уже так тепло, так классно. Классно, зимнюю куртку убрала, штаны там эти, сапоги зимние убрала. И нет, опять снег. Да что же это такое-то, господи. Все, в снегу, еще вчера вечером я спать ложилась, выглядываю случайно в окно. И смотрю машину в снегу. Кошмар. Вот началась теперь борьба. Весна хочет прийти, зима не хочет уходить. Люблю, честно говоря, смотреть за этой борьбой, но я больше люблю, когда дожди идут уже такие. Уже как-то так зима пытается там навалить снега. То есть он превращается в дождь, идет дождь. Но все равно как-то весна пытается прийти, зима не хочет уходить. Там ветер, ветер такой, дождь. Такая мерзкая погода. И они как будто так борются, борются. Особенно вот, когда ребенком я была, я все это так представляла. Стояла, смотрела в окно, все это представляла. Как они там. Мы их не видим, но они борются, так борются как будто. Посмотрим уже, кстати, что будет сегодня вечером. Мне кажется, вечером растает, с утра опять что-нибудь будет. Привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Да, у нас зима. А мы тут готовим кушать. Дима у меня тут хулиганит, все бросает на пол. А я вот тут готовлю. У нас вот тут готовится хлебушек. Здесь у нас пирог на сметанном тесте. Здесь творог, яичко, манка, мука и малинка чуть-чуть. Вот, а это вот, кстати, тесто осталось. Его сейчас я хочу раскатать и попробовать просто запечь без всего. Интересно, получится какие-то печеньки там, может быть, или что-то. Мы вместе с вами посмотрим. Вот. Сейчас отправляем в духовку. Так, пирог у нас запекается. А мы решили сделать рулетик с маком. Ну, там, конечно, безобразие на заднем фоне. Ладно, тут Дима не может. А он прям надо чем-то заняться таким. Хулиганить ему надо. Вот, мы вот так сейчас ее маком. Слишком много я тоже не хочу, чтобы его было. Вот, если понравится, еще потом сделаем. Его, короче, по-хорошему надо варить, этот мак. Я сейчас вот недавно вспомнила, но уже сил нету. Еще и варить с самого утра. Понедельник у нас готовка. У нас там тесто делается, хлебушек будет. Пирог вот делается. Вот от пирога у меня, кстати, каждый раз остается тесто. Вилка, кстати, удобно очень. Она как раз собирает оставшиеся макинки. Кто-то мне там на заднем фоне помогает. Вот и тут еще. Все. Все. У-у-у, Дима, у-у-у, Дима. Ай-яй, Дима, голова, тетя. Хотела сделать какие-то печеньки. Ну, пускай будет у нас вот так вот. Так, и сейчас мы его с вами будем закручивать. Не нравится мне этот тушь. Не нравится мне этот тушь, да, Саниселька? Так, чище, да? Чищем. Чтобы она не раскрылась. То, представляете, как возьмет. Как раскроется. Опа. Что-то много. Какойся? Еще. Могася. Ура-у-у-у-у. Ура-у-у-у-у. Ура-у-у-у-у-у. Надеюсь, что что-нибудь получится. Ура-у-у-у-у. Первый раз делала. Обычно вот это сметанное тесто. Начала вообще делать недавно. Все время я делала на дрожжевом тесте. Мне это жутко не нравилось очень. Его раскатываешь, оно сужается. Раскатываешь, сужается. Прям вообще-то так было все очень долго. Чтобы сделать его тоненьким. Приходилось очень много времени затракивать. А потом вот попробовала сметанное тесто. Я слышала про него, что это вообще прям классное тесто. Но что-то мне не верилось. Как так без дрожжей может быть тесто хорошим. И попробовала. Первый раз мы с вами пробовали пирог яблочный. Там очень красивый. А потом у меня уже пошло. Вот сегодня вот с творожком. Еще и с маком попробуем. Как это вкусно или нет. Готовлю я кушать. Здесь у меня вермишелька сварилась. Наш пирог с вами. И пирог с маком мы с вами его потом откроем. Посмотрим, что там. И тут я сейчас готовлю. У меня будет вермишель по-флотски. Что-то давно захотелось. Уже давно не ела ее. Вспоминаю, знаете. Сейчас расскажу. Снова всем привет. Я тут с бандажом немножечко. Диму уложила спать. Самой немножко уже начинает болеть спина. Потому что с утра уже и хлеб я сделала, поставила. Тесто сметанное полностью сделала. Поставила. Компот мы сделали. Вермишель сварила. Сейчас ведут фарш жары. Уже просто нет силы. Я начинаю чувствовать, что у меня уже начинает болеть спина. Поэтому вот я думаю, надо этот бандаж одеть. Делаю вермишель по-флотски. Мне очень сильно ее захотелось. Еще, наверное, на той неделе я вспомнила маленький момент из детства. Из своей детской жизни. Как мы... Не знаю, мне было лет 5-6. Да, лет 5-6, наверное, где-то было. Мы приехали на дачу. У нас дача находилась от нашего города километров 50-60. Она очень далеко. И я помню, мы ехали очень долго. Подолгу очень ехали. Вот как мы купили теплое молоко деревенское. Приехали, я помню, на дачу. Бабуля вермишель по-флотски положила. Налила это парное молоко. Оно еще было тепленькое. Такое парное молоко. Я помню, ем эту вермишель по-флотски. И запиваю этим теплым парным молоком. Таким теплым. Ароматным. Таким прям вообще. Сколько я уже деревенское молоко покупала, я, честно, давно уже не чувствовала именно того вкуса. С детства. А вот недавно купила, так типа магазинное. Ну, оно в пакетиках продается, но не в магазине. Машина у нас приезжает. Я на молоко на это делала обзор. И вот я купила, дома принесла. Оно еще у меня немножко в комнате полежало. Такой комнатной температуры, но не теплое было. Попробовала. И прям вот вкус детства. Ароматный. Вот я себе чуть-чуть оставила. Сегодня, правда, уже ему третий день, наверное. Сегодня я его, скорее всего, уже допью. И мне вот захотелось. Вот вермишель по-флотски. Думаю, сейчас я сделаю. Балачка себе. Разогрею в микроволновке. Правда, не от коровы. И думаю, покушаю. Классно. Вот. У нас сегодня еще и пирог, и хлеб. И какой-то вот этот получился. Маковый. И компот у нас там. Из чего там было вообще. Непонятно из чего. Вот. И снег у нас еще сегодня. Опять выпал снег. Кстати, ролик выйдет, конечно же, попозже. Гораздо позже. Но у нас сегодня... Так. 16 марта. Выйдет, конечно, он, наверное, позже. Не знаю, насколько, но позже. Пока что у меня ролики вот так выходят. Вот он наш маковый рулетик. Смотрите, какой он такой вкусный. Но хочется, я не знаю почему, но мне хочется его макать в какую-то сладкую сметану. Немножечко все-таки он суховатый. Вот тут у нас пирог. Не знаю, что-то он тут такой получился неровный. Я торопилась. Меня ребенок прям отвлекал. Со всех сторон набрасывался. Прыгал. Что-то там вообще все сносил и некогда было за ним ухаживать за пирогом. Вот у нас вермущерки по-флоски. Молоко свое я допила. Так, и у нас хлеб там доделывается. А, хотела показать вам тюльпаны, которые превратились в ирисы. Посмотрите, как они похожи стали. Кто-то вообще, кстати, не раскрыл. Вот тут, а, вот, беленький. На ирис похож. Вот тут, кстати, тоже не раскрылся. Не знаю, почему он не раскрылся. И этот не раскрылся. Этот вот с трудом раскрылся. Ну, тут да, вот прям вообще. Так на ирис похож. Тоже там у него такие же снизу. Вот муж говорит, давай выкинем. Я говорю, давай, ты принесешь мне свежий букет, а этот выкинем. Жалко выкидывать, так не хочется. Они так меня прям радуют. Почему-то. Обычно вот с дачи привозишь цветы. Привезешь, поставишь, как-то уставше. Начинаешь готовить, и даже если ты их вообще не замечаешь. Видимо, дача, лето, привыкшая уже зелень. А тут на улице снег, холодно. И замечаешь их, и смотришь на них с такой радостью. Там, ну, надо же, цветочки, тюльпанчики. Они долго простояли. У меня целую неделю простояли. Вот они сохнуть начали недавно. Такие, смотрите, тычиночки там. Тычинки? А, да-да, тычинки у них вон. Классно. Даже здесь. Ну, вот он наш хлебушек. Он такой мягкий, 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 мягкий. Поджаристый, такой вкусный, обалденный. Вот и рулетик у нас, да, с вами. И пирог. Сейчас я его не даю, он сладкий пирог. Мы сейчас скоро с сыном будем ужинать. Не хочу перебивать аппетит. Но его лучше всего разогреть в микроволновке, чтобы он был тёплым. Тогда он будет бесподобно вкусный. Вот, сегодня я столько много наготовила. Снег у нас ещё не сошёл. Муж говорит, будет потепление. Завтра или там, или послезавтра, я уже сейчас не помню. Ну, надеемся. Надеемся.